Во время использования таких сайтов, как Алиэкспресс, обычно нас не посещают никакие негативные мысли. Разве что осознание того, что твоей зарплаты уже не хватает даже на китайский ширпотрёп. Всё-таки цены обычно привязаны к доллару. Но это далеко не самое страшное, что вас может ждать на этом, казалось бы, ламповом и уютном сайте. На самом деле, здесь можно найти такой товар, за покупку которого вас крутят силовики ещё на почте. Причём речь идёт не только о холодном оружии, но и о многом другом, из-за чего наши граждане время от времени понизнанке совершают глупости, приобретая, казалось бы, безобидные вещи. Такое может произойти не только в России, но и в других странах СНГ. Поэтому в Алиэкспресс есть своя тёмная сторона, и я решил разбить эту тему на два видео. Сегодня ты узнаешь, за какие товары с Алиэкспресс тебя могут оштрафовать или даже посадить. Спойлер, даже загрёбанный чехол. Рассказывать буду не чисто гипотетически, а исходя из тех случаев, которые уже произошли на необъятых наших просторах. А вот в следующем видео расскажу про те товары, которые не стоит покупать вообще ни в одной стране мира. Но при этом они почему-то есть на Алиэкспресс. Поэтому, чтобы не пропустить вторую часть, сразу жми на подписку и желательно ещё на колокольчик. Ну а мы начинаем. Слушайте внимательно, будет занимательно. Если, к примеру, на твоём смартфоне установить приложение Алиэкспресс в первый раз, то он уже сразу будет предлагать тебе какие-то товары на главной странице. И нередко в этом списке найдётся то, что действительно может быть тебе интересно, или интересовало тебя ещё совсем недавно. Все эти проделки могут быть возможны благодаря Big Data. Больше информации о том, что это такое и как работает, можно будет найти в моём телеграм-канале «Легальный Даркнет». Ссылка в описании. Если объяснять прям коротко и максимально доступно, то если ты когда-то упомянул какой-то товар или бренд, например, в поисковике, социальных сетях или вообще где-то в интернете, даже просто возле телефона, который вроде как неактивный, то эта информация, скорее всего, всё равно будет обработана искусственным интеллектом, и потом тебе на разных сайтах будут предлагать этот товар. Иногда это работает не совсем правильно, потому что любой человек может упомянуть те товары, которые его на самом деле не интересуют, но нужно было озвучить, к примеру, в диалоге. Например, я не могу понять, почему Алиэкспресс постоянно предлагает мне значки и нашивки с эссурущим псом, или какую-то непонятную держалку для голубя. Не знаю, может Алиэкспресс виднее, что мне нравится, но я до последнего буду это отрицать. Так вот, к чему я вёл? Иногда Алиэкспресс может жёстко подставить и всунуть тебе на главную страницу тот товар, который нежелательно покупать, проживая в странах СНГ. Но при этом человек, условный Васька, смотрит на него, на этот товар и думает, вроде прикольная вещь, почему бы не купить? Никаких подозрений у него не возникает, так как всё-таки эта вещь якобы рекомендуется самим сайтом, а ему там можно доверять? Почему бы это он нелегальный товар тебе всовывал? Васька покупает, ждёт около месяца, идёт на почту и там его скручивают силовики или просто ждут менты. Это не какая-то страшилка, а суровая реальность, с которой уже столкнулись некоторые наши сограждане. Поэтому сегодня я сделаю небольшой, но основной список популярных товаров, за которые тебя могут схватить за жопу. И поверь мне, не для того, чтобы её приласкать. GPS-трекеры Компактные GPS-трекеры часто покупают, чтобы установить в машину на случай угона, или прикрепить на шейник собаке или ребёнка, если убежит, будет проще найти. Но такие устройства могут посчитать средствами для негласного получения информации. За последнее время было сразу два громких случая, связанных с покупкой трекеров. Первый с курганским фермером, который купил GPS-трекер для своего телёнка. Второй с парнем из Новосибирска. Он заказал два таких трекера для собак, но потом решил продать их. И попался на контрольной закупке. Первому повезло, дело рассматривали больше года, но закрыли за отсутствием состава преступления. Дело на второго завели летом 2020 года, и оно пока в процессе. При этом, в Следственном комитете РФ ранее заявляли, что по статье 138.1 УК РФ не будут привлекать людей, которые приобрели GPS-трекеры, если, конечно, не предполагалось применять его в качестве средства посягательства на конституционные права граждан. То есть, для незаконной слежки. Но стоит понимать, что не каждый сможет защитить свои права и доказать, что покупка была совершена для других целей. В любом случае, здесь как повезёт, так как всё-таки это популярный товар, который покупают довольно часто. При этом, дело на Дорофеева, это тот второй парень, спустя год всё равно открыли, за то, что он хотел продать опасные гаджеты. В общем, не рискуйте, если купите себе трекеры, ещё ладно, но продавать это опасно. Уточняю, так как у нас очень популярен рынок перепродажи китайских товаров. Очки со встроенной камерой. Логика та же, что и в предыдущем пункте. Если вы покупаете не сертифицированный в РФ гаджет, который позволяет скрыто записывать звук или видео, то нарушаете закон. 48-летний волгоградец проверил это на себе. Он заказал очки с видеокамерой за 1 тысячу рублей и хотел продать их в России за 2 тысячи. Но сделка не удалась. К спекулянту пришли из следственного комитета и после контрольной закупки возбудили дело. Забрали очки и назначили штраф в 7 тысяч рублей. Похожий случай произошёл в Новокузнецке. Парень заказал на Алиэкспресс горнолыжные очки с видеокамерой, чтобы снимать свои заезды. Результат – суд и штраф в 15 тысяч рублей. Очки, конечно же, забрали. Ещё раз, если вы покупаете камеру, которая всем заметна, вам ничего за это не грозит. Но если гаджет миниатюрный или имитирует другую технику, например, это флешка с диктофоном или ручка с видеокамерой, вас могут оштрафовать или посадить. Дело могут открыть и за пинхол камеры, у которых зрачок вынесен за пределы корпуса. Казалось бы, очевидно, что этот товар не для скрытой записи, потому что нужно быть слепым, чтобы не заметить объектив. Но всё же, если товар выглядит как что-то другое, к примеру, блокнот, игрушка и так далее, то вас, скорее всего, оштрафуют. Теоретически, могут оштрафовать даже за заказ камеры заднего вида для автомобиля. Подумайте дважды, даже если вы заказываете детскую игрушку вроде набора юного шпиона или наручные часы с камерой. Таких уголовных дел уже вагон и маленькая тележка. Несертифицированные смартфоны. Китайские ноунейм и модели, которые официально не пришли в Россию, тоже могут до вас не дойти. В перспективе весь этот серый товар обещают блокировать и отключать от мобильных сетей. Здесь есть нюанс. Смартфоны не подлежат обязательной сертификации, только декларированию. Потому что рассматриваются не как средство связи, а как низковольтное оборудование. Но нотификация на модель должна быть. Нотификации заводят, когда смартфоны официально приходят в Россию. Посылки со смартфонами без нотификаций иногда задерживают. Самый громкий случай был несколько лет назад. Мужчина заказал Moto G, который тогда не продавался в РФ. И соответственно не имел нотификации. Посылку пришлось отправить обратно, но дело все равно завели. В определении указали, сотовый телефон Motorola TX1 и тататата является абонентским устройством связи, имеющим функции шифрования и попадает под раздел 2.19. Шифровальные устройства, ввоз которых на таможенную территорию таможенного союза и вывоз с таможенной территории таможенного союза ограничен. Правила касаются и других устройств, например, дешевых китайских ноутбуков, планшетов и роутеров, которых официально нет в России. Если же вы будете заказывать смартфоны без нотификации для перепродажи, то ситуация осложняется. Для юридических лиц есть дополнительные штрафы за использование смартфонов без нотификации. Фейковый чехол для iPhone Если чехол для iPhone стоит в 10 раз дешевле, чем на сайте Apple, его могут изъять. В законе есть понятие «сходство до степени смешания». Если фейковый чехол можно спутать с настоящим, это контрафакт, даже если он без логотипа. И тем более, если с логотипом. Свежий пример из Нижневартовска. Местная жительница заказала в Китае 41 подельный чехол с надкушенным яблоком и попалась на этом. Apple оценила учерб для бренда в 96 тысяч рублей. Забавно, что учерб учитывается таким образом, что, мол, если бы она не купила паленые чехлы на Али, то обязательно купила бы их по фулл прайсу у них. Но очевидно, что это не так. Поддельные Adidas и Converse. Новые кеды и кроссовки в фирменном магазине стоят бешеных тысяч. Но откуда у бедного студента такие деньги? То ли дело на Алиэкспресс, на вид то же самое, но в 5-10 раз дешевле. Конечно, по запросу Adidas Yeezy или Converse All Stars вы мало что найдете на сайте. А вот поискам по картинке вполне. Пересылать контрафакт запрещено Всемирной почтовой конвенцией. Если таможня найдет подделки в вашей посылке, их конфискуют, а вы заплатите штраф. Достаточно, чтобы вещи были похожи на оригиналы. Даже если вместо Yeezy будет написано Изи, а вместо Adidas – Abibas. Забавно, что вас могут отштрафовать, даже если вы не знаете о существовании брендов этих кроссовок. Просто нашли красивую обувь на Алиэкспресс, заказали, а вам прилетает штраф. Так как в этом видео нет спонсора, то я без угрызения совести порекомендую вам одного человека. Он занимается тем, что сливает различные курсы, причем даже те, которые стоили огромных денег. По этим курсам я учу английский, совершенствую свои навыки в видеомонтаже, а мои знакомые учатся программированию и таргетингу. Направлений уйма, и уже слито больше 40 тысяч курсов. Скиллбокс, Скиллфэктори, Гикбрейнс, Юдеми и так далее. Обычно курсы там стоят больших денег, и нужно платить за каждый курс отдельно. Иногда суммы доходят и до 100 тысяч за один гребаный курс. А этот парень, очень похожий на меня, сливает все эти курсы и многие другие в один закрытый телеграм-канал, вход в который стоит всего 500 рублей. То есть, за доступ ко всей этой огромной базе курсов, вы заплатите меньше, чем за один самый дешевый курс на любом сайте. В конце видео я еще напомню про эти обучающие курсы, но сразу уточню, что ссылка на этого человека есть в описании и в закрепленном комментарии. Можете написать ему любое сообщение в телеграме, и получите в ответ всю необходимую информацию, и при желании вам скинут все возможные доказательства. Если что, я отвечаю своей репутацией, я сам пользуюсь этими курсами и доволен как слон. Это поможет как усовершенствовать ваши навыки, так и выучить что-то новое и найти новую престижную работу. Если что, он может даже помочь в выборе курсов. Напоминаю, ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Ножи и их части. Если нож или части для него признают холодным оружием, у вас будут проблемы с такой посылкой. Но наказание назначают только после экспертизы. Правила, которые определяют холодное оружие в России, достаточно длинные и запутанные. Пример из Оренбурга. Женщина заказала на Алиэкспресс два ножа. В описании на сайте было сказано, что ножи не относятся к холодному оружию. Но, во-первых, в Китае другие правила и стандарты. Во-вторых, продавцы не всегда указывают точные данные. В общем, женщина получила штраф в полторы тысячи рублей, и ножи изъяли. Более того, если вы решите изготовить охотничий нож у себя в гараже и заготовок, и продать его за пять сотен, на вас заведут дело сразу по двум статьям. Изготовление и сбыт. Жители Убийска за такое дали восемь месяцев условно, так что заказывать лезвие и рукояти с Алиэкспресс, чтобы собрать нож самостоятельно, тоже не стоит. Коллекционное и сувенирное оружие. Антикварное оружие тоже могут не пустить в страну. Таким образом, жителя Череповца признали виновным за заказ шпаги офицера США, образца 1860 года, более чем за 12 тысяч рублей. Несмотря на то, что шпага антикварная, ее отнесли к холодному оружию. Штраф не наложили, но шпагу конфисковали. Напомню, что в России запрещена продажа оружия онлайн, хотя и есть обходные пути, и пересылка по почте тоже. Исключение – световые мечи, их можно заказывать без проблем. Луки и арбалеты. Покупая арбалет или лук, нужно знать, как отличить игрушку и спортивный инвентарь от оружия. Даже если для твоего лука или арбалета не нужно лицензии, пересылать оружие по почте все равно нельзя. На его ВОЗ нужно оформлять разрешение. Был такой случай, когда компания из Владивостока заказала в Китае арбалет, а его завернули на таможне. Шокеры. С электрошокерами похожая история. Модели мощностью до 0,3 Вт не считаются оружием, так что всякие ручки-приколы, которые слегка бьют током, заказывать можно. Все, что мощнее – это оружие, которое запрещено к пересылке. То есть вы можете купить шокер без лицензии, но только в России. К слову, стандарт ограничивает гражданские шокеры мощностью в 3 Вт. У тех, которыми пользуются спецслужбы, мощность может доходить и до 10 Вт. Довольно часто шокеры можно найти в разделах с фонарями. Встроенный в рукоять шокер нужен для самозащиты. Бывает такое, что шокер продается под видом отпугивателя для собак. Разряд тока приводит к появлению в воздухе озона. Многим собакам не нравится этот запах. Пример из практики. Мужчина заказал на Алиэкспресс фонарик-электрошокер, чтобы защищаться от собак. Посылка не пришла, зато пришел штраф на 2000 рублей. Химические вещества. Краснодарский ученый заказал из Китая литр гамма-бутеролоктона. Вещество ему нужно было для создания солнечных батарей. Правда, тот же гамма-бутеролоктон является не только растворителем, но и мощным психотропом. Зная об этом, таможенники задержали посылку. Дело возбудили по статье о контрабанде психотропных веществ. Сначала мужику дали три года условно. За совершение покушения на незаконное приобретение без цели сбыта психотропных веществ в крупном размере. Но прокуратура считала, что это слишком мало и просила 11 лет тюрьмы. К счастью, суд отказал. Потом уголовное дело прекратили, судимость сняли и молодой ученый уехал из России. В принципе, как это обычно и бывает. Правда, гамма-бутеролоктон я на Алиэкспресс не нашел. Видно, мужик хорошо постарался. Но при желании и набор косметики для кислотного пилинга могут изъять. Не всегда состав на этикетке отвечает реальному. Таблетки для похудения и наращивания мускулов. Помните, как в «Реквием по мечте» главная героиня Сара пыталась похудеть, принимая таблетки с амфетамином? Сейчас куда популярнее и дешевле препараты с сибутрамином. Но заказывать их из Китая не советую. Если найдут, придется отвечать по всей строгости закона. Причем на упаковке о сибутрамине может быть ни слова. Уголовных дел с участием сибутрамина немало. Например, в 2019 году жительница Волгоградской области заказала из Казахстана те самые королевские бобы. Состав ее не смутил, только травы и натуральные компоненты. Но внутри оказался и сибутрамин. Препарат изъяли, штраф наложили. Или, например, жительница Красноярска, которая купила препарат Лида с сибутрамином в Китае и, вернувшись домой, решила его продать. Ей дали в сумме 4 года условно за контрабанду и незаконный оборот сильнодействующих веществ. Таблетки с тестостероном и другими наболиками, которые помогают быстро нарастить объем мышц, тоже под запретом. Они включены в список сильнодействующих препаратов. Разные травяные смеси для усиления мужской мужественности и сушеные грибы тоже лучше не заказывать. Особенно вместе с амфетамином могут дать 10 лет тюрьмы. Игрушки для взрослых. Почта запрещает пересылать предметы непристойного или безнравственного характера. Определения очень расплывчатые, но при должном рвении сюда можно отнести и игрушки для взрослых. И эту вашу хентай-мангу, и какой-нибудь фартук с забавным принтом, который можно купить едва ли не на каждой станции метро. Это большая часть, но все же не все товары, которые нельзя покупать на Алиэкспресс. И если хочешь знать больше, то я опубликовал статью с полным списком у себя в личном телеграм-канале «Легальный Даркнет». Советую почитать, это может спасти твою шкуру. Ссылка в описании. А еще напомню, что в описании и в закрепленном комментарии есть контакты человека, который сливает курсы. Это действительно может изменить твою жизнь, ведь с ними ты сможешь стать практически кем угодно и зарабатывать хорошие деньги, даже не выходя из дома. Программист, дизайнер, таргетолог, СММщик и так далее. Есть курсы практически по всем направлениям и для любого возраста. Школьники, студенты и взрослые люди. В общем, в описании и в закрепленном комментарии есть ссылка, пиши и получишь в ответ всю информацию. Ну и не забывай, что во второй части видео я расскажу больше интересных вещей, поэтому подписывайся на канал и напиши любой комментарий, это поможет мне в продвижении видео. А на сегодня все, спасибо за просмотр, будьте осторожны и не занимайтесь херней, а я ухожу, ухожу красиво. Субтитры сделал DimaTorzok